Что касается кумира вашего YouTube-канала, Димаша, ну, конечно, я его знаю. И это же не поп-культурно все-таки. Это феноменальное явление. Это природа вот так наградила человека. Во-первых, невероятно богатый голос. Я слушал, я кое-что понимаю. Когда-то Доригену Султановну занималась оперным пением, а я вел ее концерты. И я был на всех репетициях. Я видел, каким трудом это все дается. А там были великолепные преподаватели. Надия Брахман, она была уже покойная, к сожалению. И итальянский маэстро Мелани. Ему было 94 года, а он преподавал еще. Мы с ним невероятно так дружески общались. Он меня научил слушать и понимать кое-что. Настоящие музыки в оперном пении. Поэтому я, конечно, когда услышал впервые голос Димаша, я понял, что это подарок, это такой диапазон великолепный. И счастливая внешность. Мы же не надо никаких впечатлений. Красивый парень. Очень красивый парень. И эта красота не какая-то сегодняшняя, какая-то деланная, какая-то искусственная. Это вот Бог поцеловал его во всех смыслах. Это я прекрасно вижу. Но с Димашем это, я говорю, не из уважения, не из вежливости. Это действительно феноменальная фигура. Он очень... У меня к нему другой еще есть корыстный интерес. Но он абсолютно фантазийный. Я занимаюсь иногда сочинительством всяких там сценариев. Иногда даже получается. И сейчас я очень увлечен идеей написать сценарий о Троцком в Алма-Ате. Троцкий целый год прожил в Алма-Ате. С 28 по 29. Его первая ссылка была. Когда Сталин его сначала в Алма-Ату выбросил. И этот эпизод из жизни Троцкого малоизучен и малоизвестен. Почти нет классических биографов Троцкого. Такие, как Исаак Дович, допустим. Какой-то очень хороший биограф. Но у них нет материала по алматинскому периоду. Я тоже первую слышу такое. Да, да. Интересно. Да, он прожил 20. Вместе с женой Седова и своим сыном они прожили ровно год в Алма-Ате. Зимой 28 года их туда доставили. Зимой также внезапно выдернули и отправили в это огромное путешествие, которое окончилось там в Южной Америке, ледоробом этого бандита, который его убил. А целый год в воспоминаниях Кунаева, который был алматинский мальчишка, в 28 году он учился, был старшеклассником, выпускником средней школы. Есть этот эпизод. Он видел Троцкого, который, по всей видимости, из ущелья какого-то выходил, или после охоты, или после рыбалки. Он был очень заядлый охотник. Позади шла эта бричка, а он впереди вышагал в пенсне. Прекрасная деталь. А они, эти мальчишки, они уже знали, кто такой Лев Давидович Троцкий, и они знали, что это опальмиссильный. Тем не менее, они вежливо с ним поздоровались. Он блеснул у них этими стеклышками пенсне, поклонился, поздоровался и пошел дальше. Это есть в воспоминаниях Дину Хамеда, Димаша Ахмедовича Кунаева. Подчеркиваю, совпадение имен. Когда я стал рыться в материале, собирая его к сценарию, я отыскал фотографию, случайно попалась фотография молодого Димаша Кунаева. И я поразился их внешнему сходству с Димашем Кудайбергеновым. Поразительное сходство. Вот он был так же красив в свои молодые годы, как Димаш Кудайбергенов. И тут воображение сценариста заработало. Они там виделись совсем коротко, но что мне мешает, как сценаристу, сделать совершенно другую историю и познакомить их гораздо ближе. И вот тогда мелькнула шальная мысль, а пригласить на роль Димаша Кунаева Димаша Кудайбергенова? Вот это сильный продюсерский ход, согласитесь. Да, это на самом деле здорово. И он бы с удовольствием согласился бы, он же постоянно... Ну вряд ли, он, наверное, так занят, у него эти гастроли. Нет, я думаю, что Димаш Кудайбергенов Ахмедович Кунаев является как бы символом именно свободного Казахстана до того, как... Ну вы понимаете сами, мы не политизированный канал, но все-таки... Понятно, понятно, да. Я поэтому это рассказал так, осторожно. Ну вот мое личное отношение к Димашу Кудайбергенову, оно вот проходит через вот этот замысел, абсолютно фантазийный, по-моему, неизбыточный. На роль Троцкого я бы хотел пригласить Константина Богомолова, мужа этой, Собчак. Он внешне очень похож тоже. И он умный актер, интеллектуальный актер. Вот представьте себе картина, в которой Димаш Кудайбергенов и Константин Богомолов. Это сразу обещает невероятный кассовый успех. Но я приостановил работу над сценарием, потому что на заявку не отреагировал. Я написал большую сценарию, заявку, и уже фрагмент сценария даже это сломал. Но она не вызвала в Алмате никакого интереса. Троцкий почему-то, казахфильм, совершенно не интересный. Надо искать другого заключения. Я сценарий напишу, вот пользуясь тем, что у вас такой канал про Кудайбергеновский, я вам пришлю экземпляр. Может, вы найдете способ показывать этот сценарий. А вдруг что-нибудь да получится. Всякое бывает. Обещаю, обязательно я найду какие-то связи. Вы же знаете, вот эти связи, которые казахстанские, они сохранились, они по сей день, даже в Америке, я чувствую, что Димашу Кудайбергенову надо идти через связи. Вот так, даже если ты создашь канал, это мупор своего рода, информация о Димаше Кудайбергене все равно, до него не достучаться. Поэтому, как всегда, будем искать связи. Да, 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 все на них стоит. Весь мир на этом стоит. Не на дипломатических приемах и заявлениях, а вот на человеческих связях. Они очень важны. Поэтому, бог весть. Может быть, что-то еще и получится. Главное написать. Главное сделать сценарий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.